Надеюсь, вы удивитесь не меньше моего, посмотрев это видео. Особенно, когда увидите, из чего это сделано. Я случайно дотронулась руками после этого геля до чека из магазина и обнаружила эти фантастические разводы. И начала экспериментировать. Наполнила бутылочку с распылителем антисептиком. Это растворимый кофе. Акриловая краска тоже годится. Ждать, когда высохнет, терпения не было. И я взяла самый обычный фен для волос. От горячего воздуха бумага почернела. Это просто фантастика. Я не знала, что магазинные чеки из термобумаги. А эту бумажку я испортила чрезмерным нагревом. Попробовала снова побрызгать антисептиком. Разумеется, медицинский спирт работает точно так же. У меня уже появилась идея использования этой бумаги. И я затонировала почти все крепким кофе. Попробовала кружево в качестве трафарета. Терпения ждать нет, а фен только усиливает этот эффект. Затем кружево в качестве штампа. Затем кружево в качестве штампа. Впечатляет, правда? Естественно, в ход пошли трафареты. Трафарет как штамп. Можно брызгать антисептик и прямо на кофе. Трафарет как трафарет. Этот вариант вообще без обдувки феном. И разные другие варианты. Пластиковая салфетка. Получается дизайнерская бумага для скраббукинга, для коллажей в микс медиа, для декупажа. И я начала тестировать все имеющиеся в наличии виды клея. Очень быстро, к своему разочарованию, обнаружила, что любой клей при высыхании частично разрушает эту красоту. Особенно агрессивен клей ПВА. А лаки, акриловые или универсальные из баллончика, полностью уничтожают, превращая просто в белую бумагу. Шел второй час ночи и разочарованная я пошла спать. А утром я сварила клейстер, клей из муки и воды. И даже придумала, как превратить эту бумагу в дизайнерскую, с которой можно делать все, что угодно и даже покрывать лаком. Досмотрите это видео до конца и вам не придется варить клей из муки. Найдя решение, вдохновилась на небольшое панно и старые рамки смешанной техники Mix Media. Кусочек рисовой бумаги. Наклейка из Алиэкспресс. Цветная плотная бумага все попачкала акриловой краской. Здесь, разумеется, клей ПВА или любой другой. А здесь только клейстер. В акриловую краску добавила соды. Рамка приобрела матовую бархатистость. А теперь... Та-та-та-та! Дизайнерская бумага. Клей-карандаш абсолютно безопасен для термобумаги. Наклеиваю на лист плотной бумаги. Кофе, антисептический гель, фен порядок значения не имеет. И все же кофе волшебным образом предохраняет бумагу от фена. КОНЕЦ Кофе можно добавить и в конце, а также и спиртовой гель. На ночь оставила под гнётом первоисточник и распечатанная на самом простом принтере дизайнерская бумага. У меня самый обычный лист бумаги, поэтому покрыла лаком из баллончика. Коробка от наушников, зашкуриваю её наждачкой. Оборачиваю крышку и обрезаю по размеру. Приклеиваю наклей ПВА. Сначала верхнюю часть. Затем боковины. Все рёбра затонировала акриловой краской. На нижнюю часть наклеиваю шнур, иначе шкатулка будет трудно открываться. покрываю акриловым лаком. металлизированный воск тонирует даже пластик. жду ваши лайки и комментарии, если вы блогер пользуйтесь. только не забудьте сослаться на меня. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!